Так, друзья. Ну что, меня зовут Никудина Ирина. Я врач, прежде всего, и врач, скажем так, нутритерапевт, врач, который очень много отдает внимания и питаниями, в принципе, разным здоровым образом жизни. И я также стала первой девушкой в России, которая получила диплом и стала официальным инструктором метода Вим Хофф. И сегодня мы постараемся очень быстро с вами осветить очень интересную тему, которая посвящена стрессу, депрессии, различным патологическим привязанностям и, в общем, всем неприятностям, которые связаны с этими моментами. Но, прежде всего, я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы нашли немного свободного времени, чтобы эту тему для себя раскрыть, потому что она, наверное, суперактуальна. И сейчас я выключу звук, чтобы он нас не беспокоил. Сейчас, одну секунду. Так. И, прежде всего, друзья, я хочу два технических момента вам объявить. Значит, во-первых, у нас в канале сейчас появился пост, под которым можно писать любые вопросы. Я обязательно на них отвечу после того, как закончу свой небольшой теоретический экскурс. И еще я подготовила для вас подарок. И для тех, кто останется до конца и оставит, ну, какое-то свое впечатление о нашем вебинаре, то моя помощница Ксения вышлит вам очень приятный бонус, который не только приятно, но и легко использовать. Ну, давайте, наверное, переходим к теме нашей с вами встречи. Я думаю, об актуальности стресса говорить не нужно, потому что если вы сами никогда это состояние не испытывали, то наверняка в вашем окружении был кто-то, а может быть, до сих пор есть, кто страдает либо стрессом, либо упадническими настроениями, либо депрессией. И, к сожалению, очень много людей, которые ходят вот так по кругу и не могут выбраться без специальной помощи. И во всяком случае, согласно статистике, в нашей стране потребление антидепрессантов и снотворных препаратов с момента ковида только растет, совершенно не снижается. И 30% руководителей компаний и менеджеров среднего звена говорят о том, что они хронический стресс испытывают. И я не знаю, обратили ли вы внимание на новость, которая появилась в Национальной службе новостей 8 июля. Так вот, там была опубликована статистика, которая говорит, что в России количество людей со стрессом, тревогой и различными патологическими привязанностями достигло своего максимума за последние 10 лет. Ну, в общем, поэтому, я думаю, больше актуализировать тему не будем. Сразу перейдем немножко к пониманию, да, что вообще такое стресс и как с ним бороться. И нужно ли вообще с ним бороться. Потому что на самом деле стресс – это классно. Но стресс кратковременный – это очень классно. И очень здорово, что природа придумала вот такой механизм, потому что если бы у нас не было стресса, который позволяет нам мобилизовать все свои ресурсы, то, я думаю, человечество просто как вид, наверное, бы не сохранилось. А все мы где-нибудь остались еще в пещерных временах, съеденные дикими животными. Потому что когда случается стрессовая ситуация и поднимается уровень гормонов стресса, особенно кортизола, о котором мы, наверное, все хорошо знаем, то происходит мобилизация абсолютно всего. На физическом уровне, на психоэмоциональном уровне у нас повышается внимание, у нас повышается концентрация, память и все, что вы хотите. И, собственно говоря, благодаря вот этому острому стрессу организм готовится к очень активному действию. И это спасает нас во многих ситуациях, и очень здорово, что стресс есть. Но наш организм классно справляется, и генетически в нас все заложено для того, чтобы с острым стрессом мы жили счастливо и долго. Но мы совершенно не можем жить долго и счастливо, если вот этот острый стресс переходит в хроническую стадию. Когда это случается? Ну, это случается, когда раздражители, которые вызывают тот или иной, ту или иную степень стресса, становятся либо слишком сильными, либо слишком частыми, либо, может быть, они не такие высокие по интенсивности, но они очень долго действуют на нас. И таким образом формируется вот этот так называемый хронический стресс, который как ржавчина начинает нас подтачивать изнутри. И проблема в том, что очень многие страдают и обращают внимание только на психоэмоциональные проявления стресса. Да, мы становимся раздражительными, нервными, у нас плохое настроение, у нас бывает упадок сил, на нас начинают ругаться окружения, либо мы начинаем на него ругаться. У нас нарушается сон, у нас появляется тревога, навязчивые мысли. И, конечно, нам это не нравится, но не всегда мы отдаем отчет в том, что помимо вот этих психоэмоциональных проявлений стресса, хронический стресс запускает достаточно серьезную поломку в нашем организме на генерализованном уровне. И я сейчас хотела проговорить буквально пять моментов, о которых нужно помнить и понимать, что с нами происходит, если мы вопросы стресса не решаем своевременно. Во-первых, мы с вами помним, был гормон кортизол, который резко повышается, когда мы находимся в стрессовой ситуации. Но если это острый стресс, то гормон кортизола резко повысился и потом резко понизился, и в принципе все пришло в норму. Когда у нас хронический стресс, уровень кортизола хронически остается высокий. А мы помним, что задача этого гормона подготовить нас к некому броску, к этому fight или flight, борись или убегай, такому действию, чтобы мы могли себя спасти. Так вот, для этого, конечно, нам нужен энергетический ресурс – глюкоза. Поэтому, когда высокий уровень кортизола, у нас высокий уровень глюкозы в крови. А когда это состояние хроническое, у нас хронически высокий уровень глюкозы в крови. Поэтому мы постоянно хронически напрягаем свою поджелудочную железу, которая выделяет много инсулина, и высокий уровень инсулина остается тоже достаточно долго в нашей крови. Что делает инсулин? Он эту глюкозу должен растащить по клеткам. Но когда уровень инсулина постоянно остаётся высоким, чувствительность к нему у рецепторов клеток в какой-то момент начинает притупляться. И развивается так называемая инсулинорезистентность. Наверное, многие слышали это понятие. Инсулинорезистентность лежит в основе развития и метаболического синдрома, и такого состояния, как преддиабет. Потому что если вы эту ситуацию не решаете и продолжаете существовать в хроническом стрессе, то риск повышения и приобретения сахарного диабета, а также ожирения, возрастают в разы. Что ещё происходит, когда высокий кортизол? Мы с вами знаем, что кортизол – гормон бодрости, а есть ещё такой гормон, как мелатонин – гормон сна. Так вот, это два гормона антагониста. Когда у нас высокий кортизол, у нас мелатонин, по сути, не может добраться до высокой концентрации. А это необходимо для того, чтобы у нас был с вами здоровый сон. Поэтому очень многие люди, которые находятся в хроническом стрессе, у них так или иначе страдает сон. Не только продолжительность его нарушается, но и нарушается структура фазы сна. И к чему это ведёт? Это ведёт к тому, что в течение сна наш организм не может полноценно ни отдохнуть, ни восстановиться, ни перезагрузиться. Во время сна у нас проходится огромное количество различных детокс-механизмов, детокс-программ. Мы как бы очищаемся. Включаются механизмы автоочистки и включаются механизмы репарации и восстановления. И получается, что на фоне хронического стресса всё это нарушается. Кроме того, во время сна у нас нормализуется вся гормональная система. Она как бы перезапускается. И недостаток сна очень плотно связан с ожирением. Почему? Потому что у нас рассинхрон идёт между двумя главными гормонами. Гормоном грелином – голода. И гормоном лептина – гормоном насыщения. Именно поэтому, когда мы с вами не досыпаем, мы постоянно хотим чего-то есть, и мы не испытываем чувства насыщения. Так вот, если у нас хронический стресс, мы на самом деле страдаем ещё и с этой точки зрения. И проблема в том, что если мы не отдыхаем ночью, то мы очень плохо себя чувствуем днём в плане устойчивости. И даже небольшие стрессовые факторы, которые, ну, в случае нашего полноценного отдыха, наверное, не привели нам, не сделали бы нам никакого дискомфорта, когда мы с вами не досыпаем, у нас, ну, то есть любой стрессовый фактор, даже слабый, он нас просто выбивает из колеи. Поэтому, как говорят, здоровый сон – здоровый день. Если мы не спим, потому что у нас хронический стресс, то и наша устойчивость к дневному стрессу резко снижается. Что ещё нужно помнить? Когда наступает стресс, наш организм готовится к мобилизации, к трате ресурса, да, потому что он собирается там что-то делать активное. Так вот, наш механизм, наш организм устроен таким образом, что одновременно мы не можем и тратить наш ресурс, и запасать. И когда наступает стресс, у нас как бы автоматически отключаются все неважные на этот момент функции. Ну, например, функция пищеварения. И вы все, наверное, знаете так называемую медвежью болезнь, да, когда у нас острый стресс, ну, идёт опорожнение кишечника. Там диарея начинается и всё такое прочее. Медвежья болезнь. Почему? Потому что в этот момент организм сбрасывает всё, что ему не нужно, и он в буквальном смысле выключает работу пищеварительной системы. Поэтому, когда у нас хронический стресс, может быть, он не так ярко выражен, да, там, медвежьей болезни как таковой нет, но функция и работа пищеварительной системы очень сильно угнетается. А к чему это ведёт? Это ведёт к тому, что мы плохо перевариваем и плохо усваиваем нутриенты. И стресс очень часто хронически ассоциирован глобально с нутритивным дефицитом. И плохо защищается желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому у людей нервных, которые постоянно находятся в стрессе, да, может развиться и язва желудка, и язва 12-перстной кишки, и различные там гастриты. Собственно говоря, это мы с вами всё знаем. Проблема ещё и в том, что стресс очень сильно угнетает микробиоту нашу. Сегодня доказано абсолютно научно, что хронический стресс очень здорово объединяет нашу микробиоту. Сегодня не тема нашей встречи, но микробиота – это вообще залог нашего общего здоровья. Потому что микробиота тоже влияет и на наше поведение, и на наши вкусовые пристрастия, и на наш вес, и на развитие тех или иных заболеваний. Кроме того, микробиота сама по себе выделяет огромное количество витаминов, особенно группы В. И если мы благодаря хроническому стрессу её постоянно убиваем, ну, то можете представить, какого важного жизненного ресурса мы с вами лишаемся. Стресс точно так же угнетает иммунную систему. Именно поэтому люди, которые находятся в хроническом стрессе, в депрессии, они цепляют до бесконечности какие-то болячки и вирусные болезни, и бактериальные инфекции. Но самое страшное, что, ну, как самое страшное, наверное, тоже неприятное, что мы помним, что иммунная система, она нас защищает не только от внешних агрессоров, она точно так же нас защищает от внутренних. А что такое внутренний агрессор? Ну, это, например, какая-нибудь раковая клетка, которая образовалась в случае, там, мутации нитой, да, и активная иммунная система, она эту клетку быстро распознаёт и уничтожает. А если из-за хронического стресса наша иммунная система тоже, ну, скажем, вот такая вот немножко дефектная, да, то, по сути, мы, ну, остаёмся незащищёнными от разного вида агрессоров, как внешних, так и внутренних. Ну, и нужно, наверное, подумать о том, что стресс на самом деле, он, в принципе, забирает очень много ресурса и энергии. Именно поэтому, если мы не разбираемся с хроническим стрессом, то это прямой путь к хронической усталости, к недостатку энергии, к унылому настроению и так далее, и тому подобное. Ну, и последнее, о чём я хотела поговорить, это то, что когда у нас стресс, скажем, у нас активируется так называемый мозг рептилии, это мозг нижних отделов головного мозга, который отвечает за наше сохранение, за сохранение человека как вида. И в этот момент всё происходит таким образом, что наш головной мозг скринирует окружающую среду только на предмет угроз и опасности, да, потому что мы активировали мозг рептилии, который отвечает за нашу с вами безопасность. А вот теперь давайте мы представим, какие вообще решения, да, мы принимаем, когда мы видим нашу окружающую среду только в чёрном свете. Мы видим только тревоги, угрозы, мы не видим никаких возможностей, у нас напрочь отключена креативность, да, или какие-то такие нестандартные решения. Поэтому, когда мы пребываем в хроническом стрессе достаточно долго, то есть риск, что мы не только разрушим своё здоровье, но, в принципе, скажем, можем неприятно повлиять на свою собственную жизнь просто потому, что это физиология, и наш мозг будет принимать, ну, не совсем те решения, которые, наверное, можно было бы. Итак, что же делать? Я думаю, что, исходя из уже вышесказанного, вы догадались, что поскольку острый стресс наш организм умеет переносить, но хронический нет, наша с вами задача – перевести хронический стресс в острый и взять его под контроль. И именно поэтому я хотела сегодня особое внимание уделить методу Вимхофф, потому что три составляющие, которые лежат в основе этого метода – это дыхание, это управление своими мыслями и концентрация внимания, да, и это экспозиция холодом. На самом деле все три этих момента оказывают вообще невероятно важную роль на разрыв этого порочного круга и контроль и прекращение именно хронического стресса. Давайте за буквально пять минут попробуем разобраться, как на физиологическом уровне и что реально происходит. Во-первых, дыхание. Дыхание является основным пиллером, основой метода Вимхофф и именно глубокое дыхание, которое регулирует и активирует парасимпатическую нервную систему. У нас две нервных системы и в стрессе у нас активируется симпатическая нервная система. Это, знаете, как газ и тормоз. Симпатическая газ, парасимпатическая тормоз. Одновременно они не могут быть активированы, да, поэтому у нас всегда активирована больше какая-то из них. Так вот, если мы находимся с вами в хроническом стрессе, у нас активирована симпатическая нервная система и, в принципе, при таком состоянии у нас очень часто поверхностное дыхание, да, но, в принципе, у нас у многих поверхностное дыхание, даже если мы не в стрессе, просто потому что мы очень плохо дышим глобально. И проблема в том, что как стресс запускает поверхностное дыхание, так и поверхностное дыхание может запускать стресс. Поэтому если мы, в принципе, плохо дышим, только верхними отделами легких, да, у нас поверхностное частное дыхание, то уже оно запускает активацию симпатической нервной системы, которая запускает, да, ну, как бы выделение кортизола, гормонов стресса и так далее. Поэтому, когда во время метода Вимхофф мы учимся дышать глубоко, равномерно, используя диафрагму, мы активируем как раз вот этот тормоз, вот эту парасимпатическую нервную систему, которая убирает стрессовое состояние. Кроме того, во время метода Вимхофф мы тренируем именно диафрагмальное дыхание. Когда диафрагма начинает двигаться, она начинает условно тоже чисто механически активировать так называемый вагусный нерв, наверное, вы слышали, а он является основным нервом, который также лежит в основе именно парасимпатической нервной системы. Еще один момент, который убирает вот этот хронический стресс за счет дыхания, это элементы гипоксии, потому что во время дыхания Вимхофф у нас идет задержка дыхания, именно гипоксию мы вызываем. А что такое гипоксия? Гипоксия – это недостаток кислорода, и это воспринимается как стресс для нашего организма. Но в этом случае стресс острый, стресс добровольный и стресс кратковременный. И когда у нас возникает вот этот мощный стресс, у нас резко поднимается уровень адреналина в крови, и потом, когда мы начинаем дышать, стресс ушел, эта концентрация адреналина резко возвращается к норме, и вместе с ней она приводит к норме и уровень кортизола, который мы помним, остается постоянно повышенным в состоянии хронического стресса. Поэтому, вызывая вот этот пик на остром стрессе, мы потом все опускаем в норму и разрываем вот этот порочный круг. Еще очень важно, во время дыхания мы улучшаем оксигенацию крови, то есть насыщение ее кислородом. А что это значит? Это значит и головной мозг, и вся наша нервная система, она получает больше ресурса, и она работает лучше. И, соответственно, у нее восстанавливается нормальный метаболизм. Сегодня в теории стресса, депрессии и всего-всего того подобного доказано, что очень часто в основе лежит именно нарушенный метаболизм в важных наших отделах головного мозга, которые в том числе отвечают за выработку и серотонина, и допамина, да, тех гормонов, которые балансируют, уравновешивают нас и не допускают развития депрессии, либо у панического настроения. Вот. Ну и было показано, что во время дыхания также вырабатываются вот в этих глубинных отделах мозга и эндорфины, и эндоопиоиды, то есть те гормоны, которые привносят нам хорошее настроение. И поэтому после сеанса дыхания, кто практиковал или, может быть, кто будет скоро практиковать, вы увидите, что не только приходит мощное успокоение, да, идет капитальная релаксация, особенно если вы сделали несколько подходов, но и самое главное, улучшается, реально улучшается настроение. Второй элемент метода Вимхофф – холод. Это вообще очень мощная история, потому что лед, да, либо холодный душ, по которому обязательно входят в практику метода Вимхофф – это тоже очень мощный стресс для организма. И опять механизм похожий. Мы, во-первых, запускаем пик вот этого выделения адреналина, который потом падает и также убирает излишний пик и излишнюю концентрацию кортизола. Поскольку, когда мы находимся в холоде, опять-таки, это стресс острый, но опять-таки он добровольный и контролируемый, мы с помощью определенной техники дыхания, с помощью определенной концентрации берем контроль над вот этим мозгом рептилий, если хотите. И в этот же момент мы контролируем дыхание, потому что если вы заходили в лед, да, вы помните, что это прям мощный стресс. И теперь, когда мы уже поговорили про дыхание, вы догадываетесь, как это определить, да, когда мы заходим в лед, у нас сразу, или под холодный душ, у нас сразу случается, да, у нас дыхание становится поверхностным, очень таким неглубоким, и у нас становится более-менее частым, потому что нам сложнее выдохнуть, и мы больше и больше делаем вдох, и таким образом мы видим, что у нас активировалась очень мощная симпатическая нервная система, которая связана именно со стрессом. Так вот, когда мы берем эту ситуацию под контроль, а во время мастер-классов по Вимхопу, либо ретрите, о котором я хочу вам тоже потом рассказать, мы учимся контролировать вот этот стресс, брать его под контроль и разрывать вот эту патологическую цепочку. Ну и сама концентрация внимания, да, она именно на дыхании, именно на то, как преодолеть вот этот острый стресс, она на самом деле тоже очень важна, потому что она разрывает патологический круг мыслей, да, особенно люди с депрессией, с навязчивыми какими-то мыслями, с негативными мыслями, да, когда вы находитесь либо в состоянии гипоксии в рамках дыхательного цикла, либо в состоянии стресса при контакте с холодом, поверьте, в этот момент вы вообще не думаете ни о чем. Никаких негативных мыслей, никаких черных там идей, да, вы сконцентрированы на выживании, вы сконцентрированы на контроле себя, и поэтому эта техника очень классно позволяет разорвать побочный круг. Доказано ли это? На самом деле да. На моем сайте wimhoff.ru огромная подборка исследований, которая говорит о многих терапевтических бенефитах всего метода, но в отношении стресса проведено масса исследований, и, наверное, одно из самых громких – это когда Вим готовил арктическую экспедицию, и трехнедельный курс по методу Wimhoff, он уже показал реально, что люди, которые пошли потом в Арктику, у них гораздо меньше было стресса, у них гораздо была большая и лучшая адаптивность ко всем стрессовым вообще там ситуациям, и самое интересное, у них даже была лучшая адаптация именно вот к этому циркадному ритму, который за полярным кругом, безусловно, изменялся, да, а мы знаем, что циркадный ритм и сон, а сон и хорошее настроение, устойчивость к стрессу очень сильно взаимосвязаны, и здесь увидели огромное количество бенефитов. Ну, и, наверное, самое известное его исследование, Мичиганское исследование, которое в 2019 году было проведено, когда на него надели жилет, который обычно носят пожарные, да, там внутри трубки, и через них можно пропускать либо холодную, либо горячую воду. Так вот, его охлаждали, нагревали, охлаждали, нагревали, и одновременно делали сканирование головного мозга. И вот было очень интересно показано, что во время охлаждения, да, когда наступал вот этот стресс, при использовании концентрации, при использовании дыхания по методу, шла активация так называемой инсулы или островка, это часть мозга, которая находится между лобной и височной долями. Так вот, вот эта инсула, она активировалась, а она как раз ответственна за хорошее настроение, за эйфорию, за радость, за выделение вот этих эндорфинов прекрасных, да, то есть шла реальная как бы изменение биохимии не только головного мозга, не только работы головного мозга, но и вся биохимия крови. Увеличивались как раз вот эти гормоны счастья, которые и дают нам хорошее настроение, и уменьшают стресс. А как раз активация коры головного мозга, именно фронтальной части, которая обычно очень активна при состоянии стресса, как раз вот эта часть головного мозга, она уменьшала свою активность, да, И поэтому было наглядно видно, что благодаря технике ВИМа удается реально взять контроль, стресс, учиться его контролировать, потому что когда вы практикуете этот метод довольно часто, то, собственно говоря, потом неважно, какой стрессовый фактор на вас действует. Гипоксия – это при дыхании, либо холод – это во время погружения, либо при холодном душе. Вы умеете это состояние контролировать, вы умеете заземляться, и поэтому вам никакие стрессовые факторы потом уже не страшны. Но что я вам хочу сказать? Лучше, как говорят, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я хочу вам сказать, что лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Поэтому я хочу пригласить вас узнать побольше об этом методе на ретрит, который будет состояться в сентябре и октябре. В сентябре в Карелии, в октябре в замечательной Грузии. Причем Женя, который является главным организатором и, собственно говоря, основателем Дэши Тур, который организует эти поездки, может нам сегодня поподробнее рассказать. И я хочу тоже его поблагодарить, потому что там сейчас есть опция не только недельная, да, не все могут быть, может быть, на неделю могут вырваться. Есть опция выходного дня. Поэтому, друзья, если вы хотите разорвать побочный круг, помочь своим друзьям, близким и, в принципе, никогда не впадать в уныние, Женя, пожалуйста, я вас реально искренне приглашаю познать глубже метод Вим Хофф и, собственно говоря, вступить в наш клуб любителей и один раз хотя бы попробовать. Женя, ты принял руку, я тебе разрешаю говорить. Добрый. Раз, два, три. Слышно ли? Ребят, если... Я надеюсь, что... Слышно. Всем привет. Отличный эфир. Сзади меня батунское колесо обозрения. Я в Грузии. И я еще хотел сказать, помимо там всякой рекламы, тура, что, ну, во-первых, Ирина прекрасный спикер. Вот мы были на пляже с женой, с ребенком. Даже малыш зачарованно слышал. Очень интересно, правда. Все знакомо, потому что я давно в Методзе и много туров мы с Лешей Мальцовым сделали. Но все равно много нового. Я еще хочу, знаете, что сказать? Вот раньше была такая история. Понервничал, пошел, покурив. А сейчас понервничал, подышал. Вот для меня дыхание... Холод быстро не найти, да? Не всегда быстро. А вот подышал просто как рукой. Не входить в стресс. Я еще не научился на такой активной нервной системе, легко возбудимый. А вот выйти из него с дыханием у меня получается мгновенно. Вот буквально один раунд. 30 вдохов-выдохов и две задержки. Еще я хочу сказать, вот для чего нужны мероприятия или просто выезд на природу. Ты когда в этой круговерсии, о которой говорила Ирина, ты не можешь разорвать этот порочный круг. А как только ты выезжаешь на природу, происходит какое-то таинство, и ты замедляешься. Ты начинаешь находиться в моменте, осознавать. Включается самочувствие. Ты чувствуешь себя. Ты как бы в себе. Поэтому я всем рекомендую очень практиковать на природе. Я вот сейчас прохожу фундаментальный курс методов Виму Коффа. 10 недель каждый день буду дышать. Каждое утречко вышел на берег, но у меня рядышком, и подышал. Мероприятия. Мы делаем проект Дэши Тур. Я делаю, не только я, целая команда. Мы сделали 20 туров по методу Виму Коффа. И вроде бы мы пока единственные, кто делает это в России. И я хотел бы пригласить в сентябре в Карелию, а в октябре в Грузию. И Ирина Никулина возглавит эти прекрасные мероприятия. Это 5 или 6 дней перезагрузки. И вот смотрите, для чего нужны мероприятия. Вот я вам говорю искренне, без какой-либо рекламы, потому что я сам езжу на подобные мероприятия, на другие. Не по методу Виму Коффа, а фестивали, какие-то триты. Ты выходишь буквально из того, что тебя подвергает стресс постоянно. Ты меняешь обстановку, ты уезжаешь на какой-нибудь Карельский остров, или какой-нибудь горы Северной Осетии, и у тебя уже процесс стресса останавливается. Если ты встречаешься с единомышленниками, с классным инструктором, с потрясающим методом Виму Коффа. Я делаю фестиваль йоги 9 лет назад, уже первый сделал, и вот он до сих пор существует. Я видел много практик. Ну, честно, это лучшее, что я нашел. Лучшее, что я видел из десятков мастеров. Метод Виму Коффа. Дыхание, работа с холодом, медитация, концентрация ума. Вот когда ты в это погружаешься, в хорошей компании, все организовано, красивая природа, тебя понимают. Ты перестал пить пиво по пятницам, а друзья отвалились. А ты приезжаешь, а там 20 новых друзей. С каждым можно бесконечно говорить. В общем, это все работает в комплексе, не только метод. Природа, впечатление, свежий воздух, в меру активный отдых, трекинг, какой-то экстрим кому нужен. Поэтому, ребята, приезжайте обязательно. Ирина возглавит эти мероприятия в сентябре 17-го Карелия, 4 октября Грузии. Я сейчас в Грузии, вот крики в пляжах. Это рай, рай на земле, правда. Здесь весь мир гуляет по улицам. От России до Америки. Поэтому искренне приглашаю. Возможно, я говорю слишком долго. А напоследок, метод Вима Хоффа. Гуглите и занимайтесь. Мы создали большой чат, там более 3000 человек. Там огромное количество контента, бесплатного. Там можно задать вопрос, и там можно начать вести марафон. Просто подышали утром, написали 1+, первый день – да. И вам поставили там 20 лайков. То есть вы чувствуете, что вас поддерживают. Там точно такие же люди занимаются. Ирина, здесь ли ты? Я хотел еще раз от себя благодарить за чудесный эфир. Я очень надеюсь, что он был записан. И я ребятам хотел сказать, те, кто слушает, что Ирина для меня тоже находка, как и Алексей Мальцев, первый ученик Вима. Потому что это совершенно два разных столпа Атланта-метода в России. И знать этих людей, ну, для меня это гордость. И с Ириной мы познакомились заочно. Я сразу понял, что нам надо обязательно встретиться. Мы встречались в Москве, общались. Это не просто метод Вима Хоффа. Это возможность комплексно подойти к здоровью. Ответить на вопросы. Простым человеческим языком. Ну, в общем, все. Я умываю руки. Я благодарю Ирину за чудесный эфир. Спасибо. Джеймс, спасибо большое. Метод действительно объединяет удивительных людей и какие-то удивительные встречи привносит. Поэтому я тоже рада нашей встрече, нашему знакомству. Друзья, спасибо за вопросы. Те, которые задали. Я хочу поблагодарить Александра, который меня спрашивает о том, вредны ли частые ночные смены. И что делать, чтобы снизить негативные последствия. Вы знаете, прям отдельная тема для разговора. Но, конечно, частые ночные смены не очень хорошо. Потому что мы постоянно нарушаем свой циркадный ритм. Мы его сбиваем. Наши биологические часы, которые запускают, синхронизируют абсолютно все органы и системы. Поэтому лучше, конечно, минимизировать. Я не знаю, насколько возможно. Или хотя бы минимизировать по времени. То есть пока молодой, пока еще в ресурсе что-то можно. Но совершенно точно в долгосрочной перспективе частые ночные смены, к сожалению, это не про здоровье. Поэтому очень важно выполнять ряд правил. Я, наверное, сделаю прямо отдельный пост, потому что сейчас не успеем обо всем поговорить. Вот. Но, да, давайте я для вас подготовлю отдельный пост. Прямо выложу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, что не успеем все сейчас проговорить. И по поводу вопроса у Владимира, как часто нужно применять метод Вимхов. Вы знаете, прелесть в том, что вы можете применять это так часто, как у вас получается. И все зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Можно использовать синергии всех трех штук. И дыхание, и холод, и медитация. Можно брать что-то одно, да, комбинировать, когда у вас есть возможность. Эффект будет хороший. И в отношении стресса, в частности, и в отношении других вопросов со здоровьем. По стрессу мы с вами видели, что и дыхание, и холод, и медитация, либо концентрация определенная, они приводят к тому, что так или иначе вы воздействуете позитивно на хронический стресс, и вот этот порочный круг разбиваете. Друзья, время наше подошло к концу. Я благодарю вас за участие, и я очень надеюсь до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.